Я хотел представить Гамалу Баканбаеву, куратора Тулон-Музея, культуролога. Георгий, спасибо тебе за эту конференцию. Очень хороший, очень нужный. По-моему, ты опоздал лет на 10, Георгий, с этой конференцией, понимаешь? На самом-то деле, мне кажется, я опять считаю, как я писал в статье, что ситуация проиграна. Потому что это, знаете, как у революционеров. Они вот создали отряд БАП особого назначения, а теперь сами с ним справиться не могут. То есть ты какую-то силу в обществе вызываешь на нее, спекулируешь на нее, как это сделали наши политики. А теперь она возникла какая-то, она приняла какие-то достаточно материальные очертания. Эта сила такая, которая казалась бы вообще нелогичная, ненужная, глупая, несущественная, которая не стоит даже об этом говорить, просто объяснить некоторые вещи, и все будет само собой. Но вот это вот какая-то такой, скажем так, нехороший такой осадок, он сейчас поднялся и так пленкой сверху покрылся. И, собственно говоря, я считаю, что ситуация, она в каком-то смысле неисправимая. В каком смысле неисправимая? Ну, ты говоришь, что я пессимистичную статью написал, да? Вот Наталья Адрианова не даст соврать, что для фотографа плохая новость, она и есть хорошая новость. Мы же люди, пожиратели плохих новостей, это плохая новость, я вас всех поздравляю. Есть о чем подумать, о чем подискутировать и делать такие конференции. Для меня это тоже, как бы, я лично не испытываю никакого дискомфорта, просто я вижу, что сейчас в обществе ушла сила языка, которая позволяет людям понимать друг друга, позволяет людям сотрудничать по-настоящему, ну, позволяет как-то объяснить свою позицию. Я знаю людей, которые не могут объяснить то, что они чувствуют ни на русском, ни на киргизском, понимаете, и с ними иногда трудно разговаривать. Ты понимаешь, что он хочет, но он это словами не выражает. И таких даже много среди чиновников, среди работников культуры. Я думаю, что просто это будет общий какой-то такой культурный, понижение общего культурного уровня, непонятно с какого уровня. Если советского, а куда повышаться, тоже непонятно. В том, как бы, тоже, я не вижу в этом какой-то катастрофы, бывало и хуже иногда, и есть страны, в которых хуже, чем в Кыргызстане. Но я думаю, что в области культурных достижений, я в каком-то другом месте об этом не писал, что я не верю, что сейчас могут появиться какие-то фильмы, романы, статьи хорошие. Они вот в таком обществе, здесь нет среды. Здесь могут появляться только хорошие аналитические, критические, иронические, ернические, стековые такие вещи по поводу той ситуации, которая у нас в стране, и причем могут быть даже с внешней стороной, потому что что бы мы сейчас дали миру? Стоит, значит, в России. Стоит там, не будите вам ни кириза. А второе – зима не будет. Это два таких маргинальных. Ну, это, да, достижения в культурных. Гамал, вот вы как бы в своей статье, может быть, наверное, не все читали, у вас есть такое достаточно уверенное утверждение, попытаюсь его по памяти процитировать, мы наблюдаем умирание русской культуры, русскоязычной культуры в Кыргызстане, да, и как бы ничего с этим сделать нельзя, да. То есть вот этот момент, мне кажется, пессимистичным. То есть как, вот мы сейчас сидим, собрались, говорим здесь на русском языке, здесь очень много молодых людей, да, которым там к 30-ти, чуть за 20, которые говорят на русском языке. То есть как долго продлится это умирание? И вообще умирание, или что, ничего нельзя сделать? И каким образом нельзя мобилизоваться, чтобы попытаться предложить какую-то программу по этому поводу? То есть вы как бы сравниваете эту ситуацию там со средневековью, да, то есть это такой вход в долгий мрачный период, и вот нам остается только ждать возрождения на каком-то витке, или как бы мы можем каким-то образом все-таки думать о том, чтобы эту ситуацию двуязычия, ситуацию многоязычия, и русскоязычную как бы кыргызстанскую культуру каким-то образом не то что сохранить, а развивать, сделать ее действенной, или это вот на ваш взгляд просто невозможно? Понимаешь, у нас не произошло вот того состояния, что давайте возьмем русский язык и будем развивать мусик. Вот это, мне кажется, никто не делает. А почему? Ну, опять-таки, я же говорю, здесь вы пробовали делать какой-то психоанализ, да? Вот мне кажется, что как бы интеллектуалы кыргызстана, они не оказались не такими крутыми мужиками, чтобы сломать вот эту, лишить вот эту действенность народа в отношении, вот прорвать его модернизировать. Вот, допустим, если там кто-то меня там, ну, посылает там даже и помогает, да, я могу относиться к этому довольно-таки легко. Но сейчас увеличится количество людей, которые могут приветствовать. И здесь ситуация... То есть мотив страха. А? Мотив страха. Мотив страха уже есть. Элементарно. То есть, и... Ну, ну, чем... А, Гамал, ну вот и мусульманские... Створим вот это, и вот этого тренда. Гамал, ну вот также в своей статье вы пишете в этом тексте, вот вы говорите о том, что никто не сделал попытку, как бы, присвоить русский язык, да, то есть сделать русский язык кыргызстанским, да. Но вот в своей, как бы, статье вы также, как бы, подчеркиваете эту непреодолимую, на самом деле, связь с колониальными коннотациями русского языка. Да, у вас там такой яркий литературный прием с вашей сестрой, которую, которую, как вы сказали, в русскоязычном классе оскорбляли по фамилии, да. Вот, а как вам вообще... Вот это вообще возможно? Это не есть какая-то мечта — отделить русский язык от России, да? Осуществить лозунг, там, русских языков должно быть много, да? Вот возможно ли это, в принципе? Ну, это возможность, он же, вопрос есть, а не вопрос теории, да. И уже в одном месте я писал, и эта фраза очень многим нравилась, поэтому я повторю так, покрасуюсь, что, собственно говоря, после золотого века русской литературы Россия потеряла, как бы, право единоличное на русский язык. То есть оно стало всемизмным достижением, и, соответственно, ему всеми должны пользоваться. Другое дело, я же повторяю, мы, наверное, не... Вот я не вижу, что сейчас здесь бы развивалась культура на русском языке. Русскоязычная культура Кыргызстана, как она развивалась в Советском Союзе. И она, наоборот, ее становится меньше. И, может быть, здесь, ну, есть и постаршие люди, но я такой постарше вас, да? Я же видел, в каком она была в состоянии тогда, очень хорошо помню. И помню вот то состояние, в котором она оказалась сейчас. Ну, а вот, примерно, как она существовала? Потому что, там, ваша эссея, это, в принципе, начинается с такой фразы, да? В Советской Киргизии родители говорили своим детям, без русского языка в этой стране у тебя нет будущего, да? Как это преодолевалось? Как вот с этим... Как с этой ситуацией необходимо было уживаться? То есть, с одной стороны, это золотой век русскоязычной культуры в Кыргызстане, но, с другой стороны, это просто какая-то вот, это вызов жизни, да? Выучить этот язык. Вот наша коллега Асель рассказывала, как ее папа, народописатель Кыргызстана, да? Пытался выработать в себе, как бы, чувство русского языка, три раза переписав герой нашего времени Лермонтова, да? Потом его дочь, для его дочери родной язык русский уже, да? Ей Лермонтова переписывать не нужно, да? Ну, то есть, это же все равно, как бы, связано с определенной травмой, да? С вызовами, вот как это соотносится? Там, допустим, ты выглядишь не там, или смотришься не там, или... Ну, я по своей привычке опять расскажу историю. Я, когда я уехал, летел из Москвы в 2003 году через Челябинск, да? И нас там на таможне остановили, таможенники всех вот с таким фейсом, они вот сюда. В эту сторону. Самым трудным пришлось корейским. А таможенники не различают, корейцы, киргизцы. Это я могу на внешне по внешне сказать, а это корейцы. И они начали их, это, ну, прессовать, по-всякому. Типа, и меня посадили, нашли деньги там, лишние. Тоже начали уже прессовать, и я чешую. Со мной сидел капитан таможни рядом, и что-то во мне сработало. И когда там был какой родной язык русский, я думал, а родной-то мой язык русский. И он мне эту бумажку забирает. Ладно. Сот долларов рублей, давай, едем. То есть, собственно говоря, даже пользуешься, да? Какой-то вот это травмой. Фейс-то не тот, а разговариваешь по-русски. Чего ты не русский, а говоришь по-русски? Ты че, блин? Ну, оказывается, интернет, да, и выгодно получается. Ну, товарища в России надо читать Гумилёва, потому что, как бы, я прошу прощения, Глазоузский, язык русский, идеальный, пассионарный, туранский тип, так что. Да, если че этот курс-то. Евразий-то я бы перемановал в Азию, конечно. Ну, разий-то. Европа, мне кажется, здесь слово лишнее в этом сочетании.